Казахстан, Алматы. Пять звездных поп-мма бойцов из России в мощнейшем противостоянии с пятью сильнейшими файтерами из Казахстана схлестнутся в клетке и проявят свой дух. Но перед тем, как их закроют в октагоне, им придется пройти самое сложное испытание. Жить под одной крышей целый месяц. Каждую неделю одну из пар будет ждать кровопролитный поединок, который выявит сильнейшего. Не пропусти. Рух Реалити. Не, ну видишь же, ребята с каждой стороны такие заряженные. Это ты гонишь, не надо. Че ты ты еще раз говоришь? Вы будете между собой драться или нет? Я вот никогда не понимал этих людей. Всем ассалам алейкум, друзья. Приветствую вас всех на Рух Реалити. Как вы все видите, позади меня стоит дом, в котором в течение месяца будут жить пять лучших бойцов Лиги Рух. А их соперниками будут лучшие поп-мма бойцы из России. Я думаю, вы все их прекрасно знаете. Но пока что я выбрал пять наших бойцов, которые будут проживать в этом доме в течение месяца. У которых каждую неделю будут происходить поединки. И самое главное, кто выиграет в общем командном зачете, тот забирает огромнейший кэш. Ну а пока что самолет наших ребят, гостей из России приземляется. Давайте начнем с наших бойцов. Мы выбрали самых жестких, самых сильных ребят. И самое немаловажное, это должны быть харизматичные ребята, которые умеют реально хайповать. Давайте я приглашу нашего первого участника. Это парень, который ведет хорошую победную серию в нашей лиге, который выиграл Ахмеда Крика. Бикен Дастан! Как дела, Дастан? Рад тебя видеть в Рух Реалити. Все называют меня убийца с лицом малыша. Я всегда косил под брата моего, родного брата. Что он делал, я повторял всегда. Он ходил на боксе, а вместе с ним ходил, когда был пощегляний. И это моя стихия. Чисто бокс. И второй участник нашего Реалити, это парень, который новичок, но он уже заявил о себе очень громко. Очень харизматичный парень, очень жесткий панчер. Это Карпекин Кирилл. Всем саламу алейкум. Меня зовут Кирилл Карпекин. Прозвища нету. Пускай мне зрители поставят прозвища. Я занимаюсь с 8 лет. Рукопашкой начал заниматься. Потом 18 лет в армию ушел. В армию забрали. Армию ослужил. Потом начал заниматься уши СНД. Кирилл, очень рад тебя видеть в рядах нашей команды. Ты показал последний свой бой очень жесткий. И у тебя было кое-какое несогласие с решением судей. Я тоже считаю то, что ты выиграл этот бой. Поэтому у тебя сейчас появился огромный шанс доказать и забрать свое. Я жестко готов. Я готов разорвать любого. Хоть кого дадите, я любого разорву. Ну а теперь давайте пригласим третьего участника команды РУХ. Это боец Лиги Голых Кулаков. Очень жесткий парень из Ахтау. Кулмагамбетов Ханат. Просто камер, можете. С солнечного края, деду, Мангстал. Типа, как Алматы и Тадо, в Майами деду. Я и боксом занимался, и рукопашный бой. Успевал даже добра. Рад тебя видеть, Кана. Отлично. Вставай в ряд, брат. И четвертый участник нашей команды РУХ. Это парень, который очень любит цитаты, показывает жесткие, яркие бои. И самое главное, после каждого своего боя он выдает какую-нибудь крутую цитату. Парень, который идет до конца. И прозвище его Космический Дьявол. Я думаю, вы все догадались, кто это. Акрамбек Яроссел. Почему Космический Дьявол, потому что у меня поселок, так называется, Космос. Ну, у меня школа бокса. Казахская, прям, школа бокса. Занимался около шести лет. У меня КМС сейчас. Можно мастера тоже защитить, но я не хочу там по любителям сейчас ходить, там выступать. Я хочу сейчас хайпануть там все дела. Как ты, брат? Рад тебя видеть. И пятый участник нашей команды. Это боец, который идет из двух побед в ряд. Очень жесткий, очень яркий парень, который реально любит закатывать настоящую драку. Это Султанов Асан. Будем показывать шоу нокаут в первом раунде. Асан, рад тебя видеть. В рядах нашей команды. Я с города Алматы. Пришел в спорт. Занимался уже давно, лет 7-8 занимаюсь. Хотел себя проявить, посмотреть вообще, на что способен. Ну что, пацаны, я думаю, я здесь всех собрал не просто так. В первую очередь я хотел бы сказать, я выбрал вас не случайно. Вы одни из самых ярких, жестких, харизматичных бойцов, что немаловажно. Поэтому расскажу вам вкратце. Это будут командные состязания, в котором не победа. Каждого из вас будет играть роль, как вот ты выиграл свой бой и все. То есть ты считаешь себя победителем. Это будет командная работа и будет вестись командный зачет. В котором ваша команда набирает больше всех очков, значит вы побеждаете. Поэтому, ребята, дружно, сплоченно, команда РУХ, давайте не подведем. Покажем ребятам, что такое настоящая казахская драка. Все, брат. Казахский тубелец покажем. Никто из вас пока что не знает, кто у вас соперник. Но я вам хочу сказать одно. Это будут ребята, прям самые топовые из России, кто дерется в поп-мма. Тебя достану, не сомневаюсь. После победы над Ахмедом огромная аудитория тебя тоже полюбила. У Кирилла также ты показал яркий бой. После боя ты показал еще второй бой. Хана, мы рады тебя видеть. Мы знаем то, что ты идешь всегда до конца, что ты красноречив и никогда не даешь заднюю. То же самое могу сказать про Яросыла. Яросыл, мы всегда рады тебя видеть на РУХ, потому что ты всегда показываешь яркие, зрелищные бои. Асан, ты идешь из двух побед в ряд, что очень является хорошим показателем. Поэтому мы рады тебя видеть также в нашей команде. Ребята, я думаю, уже скоро будут подъезжать. Самое главное, это всегда помнить о том, что вы одна команда. В течение месяца вы будете жить в этом доме, и каждую неделю у вас будут проходить поединки. Я думаю, что вы все готовы и будете давать полный газ. Конечно. Полный газ, полный. Ну а пока что хочу сказать, конечно, бои боями, но в первую очередь казахи славятся своим гостеприимством. И хотел бы попросить, я реально не успел приготовить что-либо для пацанов, но они уже скоро подъезжают. И если стол будет пустой, я думаю, будет как-то... Да, приготовим все. Ахмеда накормили, его накормим. Не хочешь готовить, не готовь. Вот пацаны согласны конкретно. Ну, пацаны... Я приготовлю, если что, здесь продуктов нет, домой поедем, у меня покушаем. Я вижу, пацаны, что вы заряжены. Я вижу, что пацаны заряжены. Казахи только гостеприимые народы. Ну все, пацаны, это ваш дом. Чувствуйте себя, как у себя дома. Все в этом доме паханы мы, короче. Нет, одного пахана, общий пахан. Все, погнали? Ребята, не забываем про нашего главного спонсора и партнера компания OneX. Самые высокие коэффициенты, максимальные выигрыши и моментальные выплаты. Используй наш промокод OneXRUH и получи 200% на свой первый депозит. Переходи по ссылке, закрепленном комментарии и забирай свой бонус. Короче, Дасан, ты же только что говорил, что ты что-нибудь сможешь приготовить в организме. Надо посмотреть там. Короче, смотрите, пацаны, я сейчас уже поеду. Надо встретить пацанов в аэропорт. Повара приедут позже, но сейчас ничего не готово. Поэтому, ну, на свое усмотрение захотите. Нет, но это потом до вашей совести будет. Давай здесь их догоним, покушай нам, дошивай к нам. Давай лучше просмимся, покажем. Потом, потом, потом бактагоним накажем. Как ты говоришь, да? Вот, правильно. Ей бактагоним накажем и зачем? Это не впадло мне накормить кого-то там. Могу есть и здесь продукты домой, позвать их, это угостить чем-то, чем есть, что есть дома. Короче, я опаздываю, дальше сами, окей? Все, я погнал. Давай, что, не прощаемся? Все, не прощаемся. Ждем мы. Достань, что ты будешь сейчас? Не знаю, что есть, надо посмотреть. Давайте, идите ковруки тогда. Как тебе принесло, надо показать любую вещь. Пацаны не готовят. Ты для кого готовишь, брат? Ты с ними драться будешь? Почему я для кого-то должен готовить что-то? Покушать, накрыть на стол? Если есть их интересы, пускай по дороге заедут, покушают. Что, для чего я буду? В период труждаться, может, их еще спать положить? В любом случае, надо гасить пристав, надо показать, Кирилл, неправильно? Это не в нашем случае. Мы с ними драться, это наши соперники. В любом случае, соперники плитки, а мы, они первый день, мы должны встречать их. Дальше уже можно уже, а от их разговора мы уже поймем, что они хотят. А не, брат, ты готов? Ты готов? У нас есть такое, когда нас руку протягивает, мы их принимаем, если они добрые, да? А если они плохие, как там, отрубаем, да? Да, сам вроде хотел гостепринцу показать свою, а Кирилл, он, ну, не хотел готовить, но он, наверное, не умеет готовить из-за этого, он так. Я даже себе чай не могу поставить, а чтобы для кого-то кушать всё и приготовить. Давайте, пацаны, что-нибудь приготовим, да? Покажем казахское гаскарство. Мы с ними драться будем, для кого готовить? Мы будем здесь приготовим, и в октагоне покажем, что такое казахский бонус. Что это за? А я понимаю, брат, ты, поеду, приготовите. Все понимаю, в октагоне, в октагоне, мы здесь чуть-чуть, проще будем. Мы когда-то проще, брат? Э, я с тобой, давай, боже, ты чего-то напрягаешься. он наверно не хотел так прям унижаться перед ними готовить а так целом можно бы просто их встретить нормально и конечно я тебе не говорю чтоб ты не поняли ни для кого что же не готовят гостей я понимаю ладно ты чалку вести завезут кафе покушать и на любом случае надо хотя бы от тебя чего-нибудь сделать нет от себя хотя бы приготовить хотя бы дать кинься фо а дальше уже можем что-нибудь заказать как-то типа понимаешь не знают кирилл что-то напрягает меня первый раз офигевшим щенок чё сумеем то и приготовим что есть на посмотреть ну я хотел его дать честно у меня взбесил просто он из-за команды я не могу ударить он травмировался ну конечно не при этом была команда 1 еще по взгляду кирилла мы ничего решили поговорили решили все хорошо нормально сейчас эту ситуацию нормально сделали руки пожали они всем ассаламу алейкум всех приветствую меня зовут хоран базив победитель хайфайтинга и финалис хайп реалити что пацаны вот и подъехали к дому располагайтесь но он такой с виду конечно так но внутри он хороший я думаю что мы с коровами обниматься и спать будем что-либо че за суета я шучу пацаны кстати познакомьтесь это мой друг мой соведущий василий тахтай тоже про боец очень хороший тренер у него в астане но султане знать такой город там очень большая школа даже две школы меня зовут никита мне 20 лет занимаюсь вольной борьбой и вот пробую себя в мм и поэтому вот весь это реалити он будет рядом со мной еще раз добро пожаловать в казахстан пацаны погнали давайте заходить домой меня зовут телека халит прозвище у меня кумук об арк состою в команде шоу хала чурчаева короче я честно не успел по еде я очень извиняюсь но пацан попросил что им приготовить что-то не в порядке что это не пацаны что-то не пацаны как-то опор и что-то я пацаны вот дом здесь офигенный вид который думаю каждому понравится ассаламу алейкум казахстан большое спасибо за гостеприимство меня хорошо встретили до впервые в казахстане только в казахстане но вообще впервые я выехал за границу это прикольно же так получилось в казахстане у меня большая фан-база очень многие смотрят и большое спасибо меня зовут игорь швед я треш-токер блогер ну и вообще самый известный человек в россии сразу по полпути сразу начали просить про еду обещал готовить понял ротан какой-то заварили короче закинули специи хотя бы добавили вы туда без специи везде чо лук просто нарезали а не знаю бабушки со соседнего огорода что ли забрали они по братски сам попробую Смотри, 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 огорода сорвали какие-то эти. Диктор, несмотря на еду, мы вот и не красивые, там мяса нет, но все равно то, что у нас мало времени было, из-за этого мы то, что успели, мы посадили. Это наши гостеприимства, хоть и братан так бедно. Давай я вот на вкус нормально. Ты же говоришь, на вкус нормально. На вкус нормально, не переживай. Меня зовут Яков, фамилия моя Букин, я родом из города Зонтолуста в Челябинской области, это Урал, Россия. 23 года я закончил профессиональную карьеру саночника, я был в сборной России по санному спорту. Я подрался в клетке, мне это понравилось, сначала я начал драться за эмоциями, а потом уже я полюбил это. Я думал, когда яичницу приготовлю. Там яичницу нету, а то я яичницу могу пожарить круто. Попробуйте. С перцем, с фламидором. А чего не пожарил сразу? Нету яичницы. Дома ничего нету. Я вот посмотрел на лицо Яши и все я полюбил, говорю, что не стоит. Парашка, наверное, приготовить нету. В смысле, кому рассказывают? Ты не хочешь, не ешь. Ты чего напрягаешься? Эй, что напрягаешься? А? Это ты гонишь, не напрягайся. Что ты хочешь разговаривать? А? Хочу и газу. Он поставил, спокойно, спокойно. Мне не понравилось то, что достанно оставил. Вот это очень вкусно. И он подсовывает мне, знаешь, типа на, ешь, это очень вкусно. Я говорю, правда очень? Он, да, да, очень вкусно. Еда есть, еда есть. Им не надо было готовить. Соленые, короче. Я просто хотел посмотреть, как они отреагируют. Пацаны тоже нет. Паячки, давай. Сейчас здесь неудобное положение поставили. Нет, там соли нету, братан. Просто ты гоняешь можешь, да? Сейчас нормальная еда будет. Это тоже еда, чтобы пацаны смогли приготовить. Вот, я просто честно. Делаешь паячки, да? Да. Маленькие они. Маленькие. А так хлеб вкуснее, пацаны. Я хотел посмотреть. Я когда уходил сказал, что поеду вас встречать. А пацаны что-нибудь приготовьте, сделайте. Они сказали все-все. Но я думаю, самое главное, они не поленились, сделали. Да, и это показывает намерение. Поэтому, пацаны, на самом деле внизу есть еще шеф-повара, которые уже все приготовили. Сейчас будем кушать. В этом доме в течение месяца мы все будем вместе, то есть вы бойцы будете проживать здесь. И в первую очередь, конечно же, уважение. Я понимаю, всякая может ситуация произойти, но в течение месяца каждую неделю у каждого из вас будут бои. Но пока что, что самое главное, каждый из вас еще не знает, с кем у него будет бой. Чуть позже мы сделаем небольшую пресс-конференцию, где каждый из вас посмотрит друг друга бои. И дальше уже методом рандома, то есть ты выбираешь фотографии, потому что здесь большинство, а не идентичного веса. Вот. Поэтому будь жеревевка. Давайте покушаем. Всем сейчас поварам вынесут. Я сюда за конкретным человеком прилетел. Может, пацаны не знают, у кого будет бой. А, кстати, смотрите. Я за конкретно прилетел личностью. Пацаны, по поводу шведов. С тобой никто не хочет драться-браться. Все боятся. Не советуют. У нас командное противостояние, это будет 5 на 5. То есть швед, как бы он приехал к нам тоже в гости. Я думаю, у него тоже, возможно, будет бой. Но этот бой, он не будет входить в основную, то есть в нашу серию, да. Поэтому я думаю, у шведа будет интересный гость, который чуть позже, наверное, к нам присоединится. Поэтому давайте покушаем. Да, и ребят, я приехал сюда не драться, не проводить бои. Я приехал к гостям. Вот, Рамазана познакомились. Поддержать поп-ум-мэ развитие в Казахстане вообще. В Казахстане многие ребята приглашали, никак не получалось. Но открытие поп-ум-мэ брать стало поводом того, что я приехал. Так что с Казахстана Слава Малик. Многие смотрят Казахстан. Я очень рад, что в Казахстане появилось такое направление поп-ум-мэ, которое дает возможность молодым ребятам развивать себя, показывать себя. И, Рамазан, тебе большое спасибо за вклады развития по ПОМ-мэ в Казахстане. И самое главное, что мне нравится у вас, то что и также хай-файтинг мы стараемся сделать, лишний треш-ток убирать. Вот. И всем бойцам желаю удачи, показали красивые бои. Так что рук-файтинг, вперед и желаю вам удачи. Огромное. Ахаб мы тоже ценим, это твой первый приезд в Казахстан. Ты сказал, что еще в машине, что это в целом твой первый выезд в зарубежье. Да. Мы, казахи братья, всегда к вам. Сахар. Мы относимся очень хорошо, всегда вас ждем в гости. Все, давайте тогда покушаем, не будем дотомить. Все, пацаны, надеюсь, всем удобно, так как у нас формат реалити, это наш такой первый опыт. Вот. Поэтому наша пресс-конференция будет проходить в таком формате. Приветствую вас всех в Казахстане. Это наши бойцы. Рук-файтинг. Мой соведущий Василий Тахтай. Давайте начнем. У нас сегодня важная часть. Как я говорил вам, то, что вы еще не знаете о своих соперниках, поэтому мы специально подготовили для вас фотокарточки, на которых вы уже поймете, кто будет вашим соперником. Давайте, наверное, начнем с Кирилла. Кирилл первый, выбирай любую фотографию, так как у вас веса идентичные. Это… Кирилл, твой соперник Халид Тиликаев. А что-то с ним не охота драться, он не медийный какой-то. В смысле не охота? В смысле не медийный? А ты драться не умеешь? Да ты драться не умеешь. Достал фотку, я так и не понял, кто там сидит на этой фотке. Я достал, мне, я думал, с улицы какого-то опасного дали там, на фотке. Сфоткали, мимо проходили, сфоткали, дали. Я не знаю, что он возмещался, говорит, мне медийный туда-сюда. Я вообще, его вообще знать не знает никто, он вообще откуда взялся, да. У меня бума разговаривает, а что он так говорит? Ты понимаешь, что у него там минимум 50-60 тысяч подписчиков было бы. У него вообще инстаграм есть? Он знает вообще, как им пользоваться, я не знаю. В смысле, ты хочешь увидеть, что я драться умеешь, что ли, а? Ты хочешь проверить, как я драться? Пацаны, мы только подъехали. Ты драться, брат, не умеешь, ты свои бои видел. Ты за мной сидишь, походу, да, Женя? Я не слежу, я один бой твой посмотрел и все. Если ты за меня не знал, ты за меня не сидел и так, я понял. Да ты драться не умеешь, ты последний бой видел, 30 секунд тебя уработали. Ну а мне не нравится просто как боец, ну не боец, у него поражение к ряду. Чего это за боец? Поражение подряд. Халит, 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 халит. Пацаны, пацаны, давайте на старте будем. А днем выскочим. Пацаны, у вас бои будут, мы только что за одним столом кушали, пацаны. Пацаны, давайте чуть остынем. Пацаны заряженные, я прям чувствую, накалка сеет. Я буду здесь сниться в страшных кошмарах. Стари после боя, чтоб не убежал, не говорил, там она травма. Это будет его второй бой в нашей организации, он попросил бой в стойке. Поэтому, ребят, первый соперник у нас есть. Тяжи, соперники известны, у вас только вот только вы. Я думаю, здесь не получится так, чтоб там ты дрался с весом меньше. Все, все. Уроняем его быстро. Как такового ощущения страха я не ощущаю. У нас только обосрочное. Первый раунд. До второго раунда они доживаются. Давайте перейдем к следующей паре. Дастан. Веники, веники, вареники. Яков Букин. Я прям надеялся. Даже если бы, знаешь, он не достал бы фотографию со мной, я бы, наверное, попросил Рамазана нас лично с ним свести. То есть. Потому что изначально какая-то, знаешь, неприязнь, момент вот этот, что, ну, вот так вот сразу со злостью так начал встречать. А что надеялся? А не, а что ты схода вот, мы только зашли в дом, что-то газовать начал со злостью прям так. Ну, все пацаны посмеялись, а ты сразу лицо свое корчишь и недовольным лицом говоришь об этом. Потому что было невкусно, вот и все. Ну, свое мне надо при себе держать в таком доме, там, когда в гости приходишь. Я сам решу. Просто ты так со злостью прям, знаешь, с агрессией ходишь. Да, с агрессией, потому что ты гость, надо проявлять гостеприимность. Я тебе гостеприимность провел, а ты... Ты гостеприимностью это называешь? Ты это гостеприимностью называешь? Он имел в виду, что он тебе как-то, пацаны, ребята, вот готовили, от души сделали. В любом случае, вкус. Пацаны там смеются, нормально все. Так, пацаны, вот это прям, не знаю, как совпадение-несовпадение. Я сразу заметил внутри дома вот это напряжение, которое сразу у вас появилось. Я понимаю, формат реалити, он немного непривычен для вас. Поэтому наши пацаны иногда могут тоже вспылить, что так. Но в течение месяца в этом доме вы все вместе будете жить. Я уверен, будут разные ситуации. Но главное помнить то, что у вас все равно будет бой в октагоне. Ромазов, мне интересно, в случае, если как бы хорошо пройдет вся команда Казахстана, либо вся команда с России, да. Это же гран-при, и остается только один, да, и забирает один только приз. Они будут между собой драться, например, команда с России, либо команда с Казахстаном. Вы будете между собой драться или нет? А здесь смотри, Асхаб, у нас формат идет какой? Мы делаем общий командный зачет. А, понял. То есть это... Какая команда выиграет? Это вот, да, как твоя команда, брат, и команда РФС, моя команда. Та команда, которая выигрывает вот это соревнование в общем командном зачете. Это будет очень внушительная сумма, на которую, я бы сказал, можно будет... Тем более, тем более, тем более. Легко купить трехкомнатную квартиру. В Казахстане или Москве? Вот так скажу, да. Нет, тогда я в теме. Да, что ты раньше не говорил? Я в теме, брат. Да, да. Давайте тогда перейдем к следующему участнику. Да, я назвал. У тебя два выбора, не ошибся. Давай. Тебя я и хотел, брат. Почему? Харун. Харун Базиев. Потому что он самый, брат, нормальный боксер. Хоп-хоп, поработаемся и нормально будет. Смотри, чтоб хотелку не повредил. Ну, ничего интересного. Обычный боксер. Это спорт. Там... Моргнул, уснул, можно. Вот так скажем. Вот эта фраза больше подойдет. И мы готовы к войне. Харун, брат, я, если не ошибаюсь, ты являешься как чемпионом хайп-реалити. У вас сейчас идет... Хайп-файтинг. Хайп-файтинг, да. Финалист. И сейчас у тебя еще должен быть бой, да? Да, финальный бой. Да, поэтому Яроссел это очень сильное противостояние. Ну и последняя фотка, которая уже осталась для тебя. Давай я... Смотри, перед этим я тебе скажу вот так. Это один из самых медийных топовых поп-мма бойцов. Я уверен, что многие его знают. Думаю, наверное, ты тоже его знаешь. Вот. Но его сейчас пока что нет. У него задерживается рейс. Да, у него задерживается рейс. Он будет чуть позже. Поэтому вот то, что осталось... Я подумаю, это Асхаб или... Асхаб нет. Я не буду драться. Кто это? Ой. Ты Шавхал не знаешь, что ли? Шавхал Чурчаев. Что, я должен знать ее? Я его не знал, если честно. Кто он? На самом деле, да? Так, мне без разницы. Кто он? Что он? Я его знать не знаю, честно. 100 лет не нужен он мне. 150 лет. Скелет, познакомимся, посмотрим. Что, кто он, да? Хороший парень. Хороший? Накормите обязательно. Все. Самое главное, чтобы хорошо дрался. Ну, в принципе, Асхаб, мы определились по командным боям. Жеребевка. Что ты сам думаешь по твоей команде, брат? Не, ну, вижу, что ребята с Казахстана такие заряженные. Вот. Сказал более вспыльчивые, чем наши ребята. Хотя мы тоже такие, знаешь, заряженные ребята. Но мне кажется, все-таки моя команда выиграет. Ну, мне кажется, как бы моя команда выиграет. Ребята заряженные, реально. Они, Рамазан выиграл самых таких крутых ребят. Не знаю, может быть, он специально хочет, чтобы Аказанская команда проиграла, но не знаю, ребят. Рамазан вас сильно подвел в плане этого. Вот. Мне кажется, что ребята, вот я не знаю, какие там достижения ребят, да, в плане спорта. Но так поинтересовался, вроде там, КМСники, мастера спорта, да? Вот. Но, что я заметил, когда мастера спорта, которые приходят из профспорта, заходят в попом и в клетку, у них что-то не получается ничего. Ну, реально ничего не получается. Потому что в попом и колхоз и, знаешь, короче, в попом больше колхозники такие заряженные. У них больше получается выигрывать. Ну, они даже, наверное, под такой стиль не привыкли, да? Да, да. Под разными углами бьют, по-разному бьют. И все-таки, мне кажется, вашим бойцам еще нужно чуть опытом набраться в плане опыта, как чуть колхозный стиль. Ну, в любом случае, хочу сказать, что моя команда выиграет, мне так кажется. С уважением к вашей команде, но я хочу, что моя команда выиграла. Мы с победой поедем домой. Я так же, как и ты, искренне верю в свою команду. Я бы сказал, что у наших ребят те же шансы, что у их соперников. Всякое может произойти, и бой есть бой. Даже самые сильные когда-нибудь проигрывают. Я думаю, это будет в первую очередь очень интересное противостояние. Очень сильные соперники. Вот, поэтому… Кстати, вот… Мне такое чувство, что ты своим бойцам подобрал очень серьезных соперников. Как будто специально своих подставляешь. Ну, смотри, Асхаб, то есть… Он в нас уверен. Да, извини, что перебил. Ты взял, да, популярное, хорошее бойцо, а все популярные бойцы – они хорошие бойцы. Я согласен. И ты все эти бойцы хорошие взял, как будто специально, короче, чтобы подставить своих бойцов. Нет, я согласен. И я так же уверен в своих ребятах. Вот, это бойцы, которые провели не один поединок, не один бой. Я думаю, это точка роста для них в первую очередь. Так как ни для кого не секрет, да, надо говорить всегда, как есть. То есть, ребята будут, на самом деле, просто делиться этой популярностью, да. То есть, как вы там уже сами себя покажете, а я вас уверен полностью, вы покажете максимально и закатите хороший бой. Честно сказать, ребята, вам Рамазан большую поддержку сказал, потому что вы только начали, этот сфер развивается у вас в Казахстане, и вам сразу привезли самых крутых ребят с России. И не каждая лига, не каждый организатор сможет такое себе позволить. Вот, я знаю, как Рамазан старается, он как бы очень хотел меня пригласить, и наших бойцов хороших. И сколько он много отдал для этого, даже в минус пошел. Поэтому большое уважение тебе и спасибо, что такое вклад внес в Казахстан. Вот, пацаны, цените это. Да, невероятно. Я как бы понимаю, насколько это сложно, да. Как бы сам являюсь, ну, я являлся владельцем, я уже продал, потому что я уже устал от этой темы, я уже пять лет этой сфере, и, наверное, с меня это как бы началась поповая моя сфера. Вот, но это крутая тема, как что, полный вперед. Может быть, в будущем сделаем такой огромный турнир в Казахстане, хай-файтинг прилетите сюда, и на арене со зрителями сделаем файтинг против хай-файтинга. Вот к чему все это идет, на самом деле, потому что я видел то, что... Но большая просьба, следующий раз, чтобы сразу приготовили вкусную еду хорошую. А то вы приготовили какой-то роллтон, да. Мы просто сами приготовили это, брат, видишь. Соля не добавили, потому что... Шеф-повар у нас есть, еда есть. Надеюсь, вы едетесь лучше, чем готовите. По-любому, по-любому. Самое главное, ребята, шеф-повар на самом деле есть. Сейчас после пресс-конференции мы сразу же покушаем. Я вот предлагаю по уровню соперников Асхаб, чтобы бойцы немного познакомились со стилем друг друга. Если... Если мы... Субтитры сделал DimaTorzok Alright, let's go. I'll have some question What are we talking about? We understand, we are all right. Let's all be off for who we are? что наша команда выиграет в общем командном зачете в общем командном зачете да не конкретно на кого-то что в общем командном зачете на мне тоже так кажется но я поставил давай на 500 баксов давай давай хорошо замажешь с тобой давай со шведом и замазались на 500 долларов ко мне деньги всегда липнут сами вот там шавхал поспорил со мной на десятку лишился десятки на арене там со мной 10 раз ставки делали там за кто там в боях этих одноминутных победит они проиграли также и здесь может ваша команда бы и выиграла но теперь точно не выиграет потому что ваш ведущий на деньги со мной поспорил можно без камер слова хватает за пацаны тут судьба 500 баксов вообще лучше не считать принципе пацаны в боевые увидели что думаете по боям о соперниках пацаны думаю вы бои ребят видели уже у вас серьезность соперники я еще раз говорю это в первую очередь вызов для вас поэтому я думаю вы сделаете максимум можно скажу бы вот все которые бы и были эти эти бои примерно два-три месяца назад были за это время мы еще лучше подготовились сделали свои ошибки посмотрели все бои свои и последние бои которые подправили намного лучше соперника нету на пока твой соперник очень скоро уже будет будет зато халда тебе предстоит тоже нелегкий бой ушел халом не кажется был перерыв до большой нелегкий бой будет у тебя и у тебя не сейчас он подобрал его последний бой посреди это он это первый бой еще полгода назад был его папе последний был посреди там оба папа 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 петра он мне вышел после боя говорит знаешь почему брат у тебя руки длинные жестко мандражевал арон ты что думаешь по сопернику но я вот так скажу это его ма перчатки там нельзя говорить ну заглядывать вперед тоже не тоже нельзя но пожелаю удачи сопернику что без травм давай так тоже не говори пицца удачи не на победу а чтоб без травм вышли вышли с октагона а остальное уже покажет октагон ты что думаешь по сопернику брат на самом деле соперник очень так сказать несуразный в том плане то что очень длинные руки сам по сей соперник высокий значительно на пару сантиметров выше меня но тем не менее как-то особых каких-то навыков я не заметил это конечно но критика это не как что я не задеваю твое мужское ну с тобой брат я по-другому буду я конкретно выйду жестко буду рубить это уже другой разговор это уже обсудим соперник конечно нулевой был честно сказать также не в обиду сопернику если он смотрит это видео кроме да кроме джеба бокового не увидел передвигается хорошо пожелаю удачи покажем красивый бой зарубимся что вышли без травм углованники тоже удачи вам по действиям от разрядом достижения кинда мастер спорта по всем видам спорта нет на самом деле я базовый борец это плохо я тоже брат вообще ногами хорошо кинаю борис на соревнованиях в стойке тоже вроде как что-то умею надеюсь яков по твоему сопернику спаса перенда стан быстрее резкий как пуля там как-то вот это есть выражение не даже вот с криком который не боец я считаю когда он давление давал даст вам немного терялся то есть и другие мы бы его смотрели два боя где там по моему нича было и еще какой-то бой мы знаем как работать нормально чего то него смотришь ему как будто знаешь 15 лет я удивился что ему несмотря даже на то что ну так со злостью газа ну все равно вижу по нему что наверное добрый открытый парень вот и какие изъяны может увидел какие-то слабые стороны стороны но я знаю что он будет биться до конца несмотря ни на что я у него его увидел и в первом бою в первом бою против амирханы во втором он вставал и дрался ничего сказать устроим битву если хочешь подраться центре окажу тебе услугу поделимся это посмотрим если сильно попадешь буду убегать главное выиграть скажи ну могу подраться тоже центре если я захочу не поддавайся это манипуляции по того что плюс на дистанция расстреливать получать уроны какие-то лучше подвигается там три раунда на ногах отработать и закончить бой зачем мне получать урон что я хочу что я скажу про тебя яков у тебя очень тяжелый удар я это видел ты бьешь очень хлестко яков я оба и смотрел реально думал что в реванче с амирханом он выиграет большому же мир хан тоже хорошо отношусь как я для меня все одинаковые но ничего-то не получилось я к очень хороший уровень что именно тогда пошло не так ты умеришься да вот этот личный момент тоже сказался и чё-то плевать его рун готовил как будто другой человек ушел как будто другой киборг убийцы но другой и да это хорошо настроился на бой видно было что произошло то произошло я за что произошло дурак тот кто делает одно и то же ждет разных результатов ошибки всегда нужно исправлять чтобы чего-то добиваться у меня нет такого большого опыта в единоборствах я каждый раз какая-то там объективен я все объективе сама критичным допускаю я это исправляю брат когда сказали что у тебя база вообще то есть там не бокс не кикбокс санки до или как называется но в 23 года я закончил профессиональную карьеру саночника я мастер спорта как это санки чем самый спорт на руки поэтому него и крепкие удары на уши из-за этого вот и пошел единоборство полюбил вот ни у кого из вас не было вопроса почему у харуна уши сломаны я вот всегда думаю что ты вот только кстати у нас такая тема тоже есть книга ломают я вот никогда не понимал этих людей которые ухо ставят чтобы поломать я когда мои уши сломались я просил чтобы я не знаю что будут на утро они сели откачать просто надо его я бы каждый день выкачу каждый день у меня трениров один удар сделал обратно пуху и вот так короче она откачу а потом так как быстро убирается пятнадцать минут я вот этот скальпелем уже надрез сделал уже я не могу выкачивать не у меня мама медсестра она сделала сама левая дороже говорят ломать что из машины видно это мазохизм какой-то это тупизм на туристы сломать себе ухо агромбек ты что скажешь я его бои видел в принципе хороший боксер я тоже хороший боксер кстати профессионально тоже занимался боксом у меня рекорд чуть-чуть испортился потом я забросил это покажем хороший бой это точно октагоне увидите ну и все хорошо если харуна выигрываешь получается ты этот тоже по спорте может кстати это хорошая мотивация кто-то там еще хотел замазать у меня денег нету брат таких я говорю денег нету я поставил на него честно кого на кого на на ярослав на его давно знаю просто ребят а вы ставите в чисто поддержку либо вы реально верите победу я его давно знаю просто мы вместе вместе сборной были то есть хорош хорош он хорош да у него голова очень крепкая он двигается и он может подраться в центре отвечаю как как пойдет бой вы увидите graphics analyst сборна города алматы по боксу и он другой сборная по футболу да вместе бегали не сборная казахстана это как будто сборная чемпионата мира это можно сказать Solo сборная казахстана ну это можно сказать сборная казахстана выиграть это выиграть чемпионат азии как бы если ты первый номер казахстана ты уже чемпион сразу мне честно сказать но это очень сложно это как как у вас в дагестане выиграть чемпионат вольной борьбы у нас в республике вот призером становишься и вот этот призер становится первым номером мира надо вот такой вот это бокс на этом на другом находится и как бы здесь уже тут нужно уже не моргать не моргать и все главное думаю это будет мощный бой кали что ты думаешь по своему сопернику но во-первых ниже меня поэтому дистанция а там посмотрим да это ты захочешь зарубиться зарубимся я руку я рубку тоже люблю море крови как говорится но мы в этом убедились так как тоже у нас провел бои не хотел останавливаться даже когда его остановили а что за наклейка было джип проход перевод позиция это просто я понял с нашим хозяином зала поспорил этот как его и так получилось на свои моменты кстати у нас есть тот реально силомер мы его специально сюда поставили я думаю всем будет интересно какие удары у соперников сразу скажешь специальности набить не буду же что давать подключим у каждого будет по два удара что первый раз если промахнешься окей второй удар и потом сделаем быстренько face to face хочу моего соперника не спросите чем про меня думает вообще ничего не думает просто не думать походу не умеешь просто просто жди второй раунд понял отшел второй раунд отдыхаться будешь не зачем отдыхаться вот все закончится хорошо да то запомни эти слова все помню все давайте перейдем силомеру посмотрим у кого здесь самый сильный удар что давайте пацаны начнем наш такой челлендж силомер кто из вашей команды пацаны 1 1 1 давайте сделаем один удар все-таки да 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 один удар два раза только по крышке гроба 1 голову 2 по крышке гроба сколько там сколько там теперь соперник да на камеру всех соперник яроссу ну-ка яроссу покажи че 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 он нам говорил он кстати рекорд это лицо хоруна это лицо хоруна не запомнил никто не запомнил почти одинаково так же и было сто семьдесят у тебя есть ты посмотри сто семьдесят у тебя же есть тут пора завязать со спортом опасно да кирилл я же ему сказать сына бить не буду чтобы он а ладно хватит лишний от вас что-то промазал даже три девятка и тыща вот я как еще не сначала 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 но еще больше torbo-слабо на только не умею бить это 10 процентов от моего удара так что не расслабляемся не не мощно мощно пацаны рекорд ай блин ну а этот рекорд ты же уже до поза ну пока в общем зачете что пацаны я думаю завершим нашу такую мини пресс-конференцию еще раз добро пожаловать главное вы уже знаете своих соперников вы будете подготавливаться к этому самое главное как говорится без травм удачи в бою я жду своего соперника я сюда приехал за физруком этот хвост ему отстребу из него же ему пояс сошью как мураду подгонял пояс мне не не так бы на бой не повлиять просто провоцирует к этому это уже не будет лично омрахачи